Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. Микрофон Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно начнем с цифр статистики. С начала года на пожары и загорания столичные спасатели совершили более 2800 выездов. За это время погибли 13 человек. Один из них на минувшей неделе. 45 человек, в том числе и один ребенок, пострадали. В ходе боевой работы из опасных зон были спасены и эвакуированы более 1960 человек. Далее подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник на пожаре погибла женщина. Запах дыма, доносящийся из квартиры по улице Голодеда, около 11 вечера учуяли соседи, после чего незамедлительно позвонили по номеру 101. Оказалось, что в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, произошло загорание имущества на площади в 4 квадратных метра. Работниками МЧС в горящей комнате на полу был обнаружен обгоревший труп матери хозяйки квартиры 29 года рождения. Женщина была инвалидом второй группы по опорно-двигательному аппарату. Причины пожара устанавливаются. Однако, вероятнее всего, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования. В квартире случилось короткое замыкание электропроводки настольной лампы. Риск гибели на пожаре снизить на 80% может установка автономного пожарного извещателя. Он громким звуковым сигналом оповестит вас или ваших соседей о появлении задымления и тем самым сможет предотвратить беду. Стоит отметить, что с начала года 103 жителя нашей страны, из которых 29, это дети, спаслись благодаря сработке АПИ. Минск чрезвычайный. Трагедией мог закончиться и пожар на той же улице Голодеда, произошедшей днем в среду. Сообщение о запахе гари поступило от жильцов пятиэтажного жилого дома в половину четвертого. По оперативному прибытию пожарных спасателей к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось. Однако в ходе разведки было установлено, что на втором этаже в прихожей в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества на площади 8 квадратных метров. Причем, когда бойцы МЧС скрыли дверь злосчастной квартиры, оказалось что-то полностью. Местами до потолка захламлена мусором и вещами. Из-за сильного едкого дыма, стремительно распространявшегося по подъезду, работникам МЧС с помощью масок для спасаемых пришлось вывести 7 человек. Из них двое – это дети 2009 и 2015 годов рождения. Также из подъезда было эвакуировано 4 человека, из них один ребенок. В результате повреждено имущество в прихожей в жилой комнате. Закопчена квартира. Причина пожара устанавливается, однако специалисты рассматривают версию о неосторожном обращении с огнем хозяйкой квартиры 64 года рождения. Женщина, вероятно, оставила без присмотра зажженную свечу, после чего пожар и произошел. Тем не менее, среда не обошлась без пострадавших. Вечером от прохожих поступило сообщение о загорании частного жилого дома по улице Чарота. Прибыв, спасатели обнаружили открытое пламенное горение жилого дома на площади 80 квадратных метров. Выяснилось, что в нем проживает мужчина с женой и сыном 2002 года рождения. Семья, только почуяв запах дыма, самостоятельно покинула домовладение. И мужчина тут же принялся самостоятельно спасать свое жилище. В результате хозяин дома с ожогами головы первой-второй степени, а это 5% тела и резанными ранами правого предплечья был госпитализирован в больницу. Выйдя из нее, мужчине придется заново отстраивать крышу над головой. Пока же семья будет проживать у соседей. Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя. Закончилась неделя в городе пожаром в гаражном кооперативе. В воскресенье около 6 вечера на 101 поступило сообщение о горящем гараже, расположенном по улице Монтажников. Оперативно прибывшие на место вызова пожарные спасатели установили, что произошло загорание имущества и отделки гаража на площади 18 квадратных метров. В результате повреждено имущество, отделка гаража и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля Citroën Xantia. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Виновное лицо – это знакомые хозяйки гаража 91-го года рождения. Считанные дни остаются до Рождества и Нового года. И в преддверии праздников хочется напомнить о соблюдении правил безопасности и безопасного поведения в эти дни. Петарды, ракеты и салюты не следует покупать с рук. Покупайте их только в специализированных магазинах. Ежегодно по причине использования контрафактной продукции, а также неумелого или неосторожного обращения с пиротехническими изделиями происходит десятки пожаров. Люди, как взрослые-таки дети, получают травмы глаз, рук, многочисленные ожоги различной тяжести. Нередки случаи, когда фейерверки залетают на балконы и попадают в машины. Будут ли такие печальные примеры использования пиротехнических изделий в этом году зависит от каждого из нас. Приобретая пиротехнические изделия, обязательно проверьте наличие инструкции по применению. Она должна быть на русском или белорусском языке. А при запуске строго следуйте ей. Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку еще раз. В случае ЧАЭС звоните по телефону 101 или 112. Такой была ушедшая неделя в Минске. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя. До следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.